Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередная выпуск новостей сегодня в эфире. В озере Ван Западной Армении обнаружено новое коралловое образование. Сегодня Международный день коренных народов. Армянский след находится на границе изновения в Дерсиме. Кенсия Кодекабе прибыл с рабочим визитом в Армению. Сегодня на территории Джавахка произошло два землетрясения. Турецкое влияние в Средней Азии среди туркоязычного населения России. 3500-летняя летняя резиденция хетских царей станет туристической достопримечательностью. Новый вид кораллов, микробиолит, был обнаружен в озере Ван, в самом большом озере в Западной Армении. Новое открытие было сделано в районе Адиляза, провинции Битлис, на озере Ван, где ранее был обнаружен крупнейший в мире микробиолит высотой 18 метров. Микробиология озера была открыта в результате исследования Джумали Бирола, президента Ассоциации джазовой культуры, искусства и туризма Адил Джа. «Благодаря нам сегодня появился ещё один тип микробного заболевания», – сказал Бирол. Тогда это просто привлекло наше внимание. Ранее были обнаружены два вида, после всего этого мы убеждены, что озеро Ван – легендарное озеро, которое ещё нужно исследовать и делать новые открытия. Международный день коренных народов. Международный праздник, отмечаемый 9 августа. 9 августа была объявлена Генеральная Ассамблея ООН Международным днём коренных народов в 1994 году, резолюцией под номером 23214 от 23 декабря 1994 года, и отмечается ежегодно 20 декабря с 2004 года. Генеральная резолюция 59 дробь 174 Генеральная Ассамблея провозгласила второе международное десятилетие коренных народов мира под девизом «Десятилетие действий и достоинства» и постановила продолжить празднование Международного дня коренных народов мира. Ассамблея попросила Генерального секретаря ООН призвать правительство отметить этот день на национальном уровне. 22 сентября 2009 года секретариат ООН выпустил в обращение специальные почтовые марки, посвящённые этому Международному дню. В своём послании 2005 года Генеральный секретарь ООН призвал к обещаниям повсюду проявлять солидарность с коренными народами, работать с ними для обеспечения их развития в условиях мира и безопасности, уважая права человека, в которых многие из них давно отказывают. Напомним, в заседаниях коренных народов ООН регулярно принимают участие представители Западной Армении, которые активно отстаивают права коренных народов на платформах ООН, поддерживают их справедливую борьбу. Особняк в селе Зеве в провинции Дерсим Западной Армении был снесён, но на его стенах отражаются следы его былого великолепия. В Дерсиме рассказ безмолвен, голос приглушён, его боль смешана с землёй, а его горе всё ещё течёт в одиночестве. Прямо как судьба частного дома в посёлке Зеве. Особняк, построенный около 200 лет назад, на протяжении всей своей жизни был домом для сотен армян и принимал тысячи гостей. До 1994 года в частном доме в последний раз раздавались детские голоса. После этого дом был оставлен в покое по принудительному закону. Особняк был построен за сотни километров умелыми руками армянских мастеров, выровнен камнями тысячами ударов молотка. Сначала рухнула крыша, потом стены. Следы этих одарённых рук можно увидеть даже на стенах, которые стоят сегодня. Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась прибыл сегодня с рабочим визитом в Республику Армения для встречи с высшим политическим и военным руководством страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Организации Владимир Зайнаддинов. На 9 и 10 августа этого года запланированы встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, исполняющим обязанности министра иностранных дел Арменом Грекоряном и министром обороны Аршаком Карапетяном. В ходе встреч Станислав Зась проинформирует армянскую сторону о ситуации в сфере ответственности ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередному заседанию Совета коллективной безопасности. Сегодня утром в Джавахском районе произошло два землетрясения. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. В 7 утра землетрясение магнитудой 3,5 балла было зарегистрировано в районе села Самеба, в 25 километрах к юго-западу от города Даманиси. Эпицентр обнаружен на глубине 9 километров. Сообщений о жертвах или повреждениях не поступало. Затем последовал еще один авторшок – двойной толчок ровно через полчаса в 8 утра. По Тбилисскому времени в том же районе произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла. За последний месяц в Грузии произошло более 1200 землетрясений. Многие из них зарегистрированы в районах села Самеба в горном массиве Джавахка. Представляем вашему вниманию пост тюрколога Варужана Герамиана в Facebook о турецкой организации ТИКА. После распада СССР, когда Турция активно вторглась на территорию бывшего Советского Союза, чтобы создать свою собственную сферу влияния, иными словами, для продвижения понтюркизма основными целями были тюркоязычные республики и тюркоязычное население России. Прошло 30 лет, но эта работа продолжается, становится более грамотной и целенаправленной. Всё это время одним из важнейших инструментов пропаганды и продвижения понтюркизма является государственная организация ТИКА – Турецкое агентство сотрудничества и координации. Именно эта организация занималась воспитанием элиты тюркоязычных стран и народов, представляя стипендии для обучения в турецких университетах. По средним оценкам, 26 тысяч студентов из тюркоязычных стран России прошли обучение в Турции за годы по программе ТИКА. Таким образом, сформировалась постсоветская элита с протурецкими взглядами, долгое время занимавшая высокие посты в этих странах. В параллельности к аналогичной деятельности осуществляют несколько государственных частных организаций. Древний город Сариса-Кушакл в провинции Себастья Западно-Армении, который 3500 лет назад служил летней резиденцией хетских царей, становится туристической достопримечательностью. Губернатор Себастьей Салих Айхан провел исследование в деревне Бешорен, где он посетил деревний город Саиса-Цитадель Хетов с 1500 по 1400 годы до н.э. В прошлом здесь проводились многочисленные научные раскопки. Губернатор Салих Айхан заявил, что район Саиса, также известен как районы Кушкаля, являются потенциальными туристическим маршрутом в регионе Альт-Шананья-Скайла, и заключил, как можно объявить стендер. Далее для вас ансамбль народной песни «Сасунасар». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.